Хочу предисловие рассказать, как все начиналось. Значит, мы с женой заказали доставку. Оформляла жена все, поэтому как бы она была зачинщик этого всего. Я пришел в Боксбери, это значит пункт самовывоза. Он здесь находится в Медведково-Северное, как раз на проезд Шакальского, 61. Я пришел туда забирать. Мне пришло оповещение на почту, что ваш заказ прибыл в пункт самовывоза. Поэтому приходите, забирайте. Я подождал весь этот день. На следующий день я поехал, собственно, в Боксбери в этот. И, значит, обращаюсь к этой девушке. К девушке, которая сейчас будет главным героем этого ролика. Она говорит, скажите номер. Я говорю, по номеру телефона нельзя? Нет, нельзя. Надо только номер. Я нахожу какой-то там номер, смотрю мне на почту. Приходил, говорю, номер такой-в-такой. Она говорит, нет, такого нет. Я давай смотреть, может быть, другой номер. Жены спрашивают другой номер. Жена мне высылает какой-то другой еще номер. Я говорю, может, этот номер? И, значит, а там X, Z, 0 или O, не понимаю, X. Потом еще какие-то латинские цифры, латинские буквы и много каких-то цифр. Я ей говорю, посмотрите, вот какой номер. Она говорит, вот это именно следующий момент. Меня дико взбесил, дико расстроил, дико обидел до глубины души прям. Я ей показываю, значит, выделил прям, чтобы она не спутала ни с чем. Она мне говорит, диктуйте, вы знаете, что-то из этого степени. Я проглотил, я обиделся, но проглотил, ну ладно. И диктуй, значит, Z, X, там все такое. Я там не пойму, 0 или O, и как бы 0 сказал. И она говорит, нет такого. Я расстроился, думаю, я неправильно продиктовал, наверное. Тут сейчас будем разбираться. И, значит, сделал замечание. Девушка, вообще-то это ваша работа. Я могу неправильно прочитать и так далее. И нельзя так разговаривать с потребителем. Реально, ребят, я сделал ей замечание. Просто обычное человеческое замечание. Она на него отреагировала ужасно, ужасно плохо. Начала меня выгонять, естественно, типа, не нравится, пошел он. Я не записывал на видео, я просто решал свои какие-то бытовые задачи. И после этого я решил, естественно, включить видеокамеру, писать претензию, жалобы и так далее, и так далее. Вплоть, думаю, до суда доведу, потому что, ну, она грубо очень общалась. Но тут она начала выдавать первое. Дваёк! И вот тут все это пошло, завертелось и закрутилось. Поэтому смотрим. Тема, на самом деле, актуальная. И с этим Боксбери куча проблем у меня уже было до этого. Я обязательно расскажу через пару роликов в третьей части вот всего этого действия. Поэтому смотрите, комментируйте, репостите. Уверяю вас, видео очень интересное. И это только начало. Дальше только интереснее. Погнали! Не знаю. Боксбери у вас есть? Есть. Есть. Ну, тут какая-то, ну, странная девочка, конечно, немножко. Не дайте, пожалуйста. По номеру телефона говорить нельзя. Говорит, не нравится, можешь выйти. Ну, она и бабушка немножко. Она думает, что она не с потребителем работает, а с соседом, наверное, общается. Вот так позвони и скажи, что там и бабушка в очках сидит и придуряется. И бабушку в зеркале увидеть. Я вот перед собой сейчас вижу. Будьте? Я вот перед собой сейчас увижу. Я вот перед собой сейчас увижу. Не будешь? Пойдите уйти отсюда. Давай. Как тебя зовут? Мы любят нам предоставлять качечные данные. Как? Хорошо, уголок потребителя где у вас? Уголок потребителя. Где у вас? ИП, организация? Смотримся. ИП, организация, где информация? Где, говорю, информация? Здесь, смотрите, не оришь на меня. Закон защиты прав потребителя. Тупые, тупые сейчас приниматели и их тупые работники по 8, 10 и 12 статье должны предоставить информацию подробную. Есть глазки, смотрите, все висит перед вами. Так у меня-то есть. А может я читать не умею? Сочувствую. В школе нужно было учиться. Чтобы умею читать, я вам ничего не обязан предоставляю. Ну и не умеете читать. Да. Не сдал экзамен. Глупый. Тупой. Ну да. Ну. Это вас как-то избавляет от ответственности? Нет, я просто... Поэтому дали мне быстренько, пошуршало. Пошуршало быстренько и дал информацию подробную. Готов говорить, что еще, может вам кофе налить? Ну можно и кофе налить. Обойдется. Не хочешь информацию предоставлять, да? Смотрите, глазки есть. Ну ладно. Сейчас. Как, как, еще раз? Как, вот так. Ну скажи еще раз, солнышко. Да, дай, 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 дай. Да не, не уходи, не уходи, сейчас в полицию все дела будут. Находимся, значит, в озоне. Заказы выдачев, это девятый у нас какой-то павильон получается. О, вот тут есть у нас уже, оказывается, свидетельства и так далее. Мы сейчас будем вызывать полицию. Привлекать девочку за матершину 20.1 КОАП РФ. Естественно, привлекать за то, что она отказывалась. Давать информацию подробную. А, вот тут тоже есть. Смотри, как ей трудно было. Привыклась быть для чем-то. Набери 112, пожалуйста, или 102. Мы тут надолго сейчас. Вы не имеете права здесь находиться. Не выйду. Вы не получаете посылку. Принесили вообще это в дверях моих, в левых прям. Мужчина, вы не получаете посылку. Да нет. Вы имеете права здесь находиться. Имея абсолютно права здесь находиться. Я не имею. Конечно, имею. Применяйте силу, драку, как вы там обещали, только что по телефону. Да, все, выполни все, что захочу. Применяйте. Вы не имеете права здесь находиться. Вы можете выйти и дождаться полиции на улице. И прийти с ними. Сейчас уже никуда не деться. Что никуда не деться? Придется ждать здесь, находиться. Ну, я подаю, что здесь вы можете выйти и ждать полиции на улицу. Не буду. Пожалуйста. Дистанцию держите от меня. Называется ли без? Дистанцию держите от меня. Уроки уважения. Сначала сами научитесь уважать девушек. Девушек? А что ты все выделяешь-то? Ну, а я что, не девушка? Ну, а что ты выделяешь-то? Девушек среди мужчин выделяешь или что? Чем-то достойнее? Может, просто сказала бы гражданку, человека. Чего сразу девушка? Или у тебя просто мужик подкаблучник? А это здесь вообще как? Ну, а как-как? Если бы у тебя был нормальный мужик, он бы тебе по зубам дал за такие вещи. Вы как с мамой общаетесь, получается? С мамой? Вы не выделяете тоже? А как? Надо как-то пособенную женщину выделять? Конечно. А может быть, ты мужика будешь пособенную выделять? А может, вы мне не будете указывать? Почему не буду? Буду? Хочу и указывать, представляешь? Да и что вы говорите. Ну, я уже сказал. Уважаемых. Почему девушка по-скорблять сейчас? Ну, просто она оскорбляет. Я тоже вижу по-скорблю. Так, вы как мужчины, имейте уважение к девушке. Вы тоже подкаблучник? Рочкой перекроем? А вы такое советство вы можете... Мужилы! Ну мне если просто надо фиксировать, В himge на оскорбляют. Ты хочешь разобраться или не побыковать? Если ты хочешь разобраться, Если ты хочешь разобраться, я тебе расскажу подробно. А с каких пор мы перешли на «ты»? Ну не хочешь по-скорблять. Если ты хочешь разобраться ещё раз. С каких пор мы перешли на «ты»? Решил так и перешел. Какое право? Отойдите, пожалуйста, если вы маску не надели, то надо дистанцию держать. Вы тоже без маски доходите. Я не подходил к вам, а от нее дистанцию держу. Только с маской, у нас это при входе написано. Вы можете выйти, если у вас нет маски. Я сейчас, проходя, услышал ваш разговор. Какое право моральное вы имеете право девушку оскорблять? Ну, я могу тебя оскорбить и ее. За это есть ответственность. Ну, по крайней мере. Хочу оскорблять. А, ну правильно, девушку можно, я уже не ударю. Я к тебе подошел, что-то спросил? Я у тебя что-то просил? Девушку оскорблять можно. Я у тебя что-то просил, я тебе подходил? Мужчина. Отойдите. Если вы хотите подраться, побыковать, я вам говорю, я потом подойду, и мы выйдем. И попробуй только откажись выйти, а то пришел быка, включил, а сейчас будет заднюю давать. Говори дальше, Соломашка. Что вы, мужчина, кавычка. Ума хватает женщину оскорбить, да? Так зачем вы выделяете женщину-то? Вот вы из-за таких вот, из-за подкаблучников женщину выделяете? Я же женщина, я про себя и говорю. Вы оскорбили меня. Так я думаю, нельзя и парня оскорбить, и мужчину, и девочку нельзя. Да вы меня оскорбляли. Я вот на камеру скажу. На камеру скажу. Когда я вам сказала, что... На камеру скажу, как раз вот этот парень, который за девушку защищается, который думает, что подкаблук это модно, бабарап и так далее. А если за девушку защищаться, это подкаблучник называется? Нет, я же сказал, что он думает, что это модно. Да, как у тебя канал называется? Тупой. Тупой? Да. Ну, тупой комяк. Хорошо. Вот, объясняю. Девочка, значит, сделал легкое замечание. Я сейчас расскажу, прям, как было. Я прямо расскажу, прям. Так я расскажу, как я разговаривал. Любой нормальный человек, который будет слушать, как бы по телефону девушки говорите, что здесь сидит тупая обезьяна, которая... И обезьяна ни слова не сказал. Я сказал, и бабушка в очках. Я сказал, и бабушка в очках. И бабушка. Но. Да значит, обезьяны не было? И бабушка и обезьяна. Значит, и бабушки не было? А и бабушка это что, лучше, чем обезьяна? Ну это странно, во-первых, и почему вы решили, что я про вас? Так я про вас, значит, это сказал? Я про вас говорил? А вы здесь кого-то в очках? Вот здесь девушка стояла в очках. Не стояла здесь девушка в очках. А я думаю, она стояла в очках. Да что вы говорите? Ну, да. Прикинь. Если ты на себя натянула все оскорбления, и тебе нравится в оскорблении ходить. А я бы сказала просто долбоёк. Иди сюда, иди сюда, она сейчас дураками обзывала. Будешь ей замечания делать? А почему вы провоцировали это на себя, что вы долбоёк? Может быть, я не на вас? Ну, на какую? Я обзывал? Ты слышал, чтобы я дурочкой обзывал или ещё что-то? Ну, чё ты врёшь? Зачем ты меня? Я слышу. Зачем ты мне врёшь? Ну, опровергни мне. Да ты хочешь придуряться или действительно правда выяснить? Человек в кепке. Если ты хочешь придуряться, то я тебе говорю, я ещё поклеще буду твоего придуряться. Это не надо. Ну, так вот именно. Твоя предопределенность уже понятна. Конечно, понятно. Ненавижу тупых барыг, особенно от таких девочек. У меня так же самовисит камера, которая записывает всё. И слышит, что вы говорите. Слышишь? На, подержи маску. Ой, подержи. Пойдём. Пойдём. Пошли, 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 пошли. Ну, пойдём, пойдём, пойдём. Пойдём, сейчас полицию вызов. Бэтмена. Как бы ковать, как бы панкунь, как бы девочка. Восемь раз. Восемь раз вежливо. Да сойди отсюда вы. Восемь раз вежливо попросили. Нет, сука, понтуется чё-то. Во-первых, вы находитесь, смотрите, почему себя так ведёте. Я могу вам подробно рассказать. Не надо. Так вам не надо или просто меня посмотреть? Я могу рассказать, что вашего сейчас поведения, чтобы оценить его, чтобы... Выйдите отсюда. Да не буду. Выйдите. Алло. Выходи. Выставите тут уже просто лиситарш на ушах. Уже он тут на мужчину кидался, который пытался за меня выкупиться. Да зачем им слышать? У них врубилась вот эта вот корпоративная этика. Так я же сказал, если у вас врубилась, я вам подробно объясню. Почему вы так разговариваете? Почему вы себя так ведёте? Почему вы же не знаете? Нет, ей можно разговаривать? Я слышала, как вы себя ведёте. Так он мне надоел. Я ему говорю, давайте я подробно объясню. Он сказал, нет, не надо мне. И начинает понтоваться, угрожать. Естественно, я сказал, пойдём, реализуешь свою угрозу. Это не повод отпускаться на... Да как это не повод? Повод. Вот она матом оскорбляла меня. Он что-то угрожал мне. Я так не бабушка в очках, это нормально, да? Ещё раз тебе говорю. Ещё раз. Если ты глупая и глухая... Вот, видишь, чем отличаются твои оскорбления? Это нормально, да? Твои оскорбления. Не бабушка обзывать, глупая, некомпетентная, ещё там что-то. Я и не говорил это. Я и не говорил это. Всё, успокоился. Я позвонил жене. Я позвонил жене. Успокойся, Танечка, я тебе сразу сказал. Это правда топишь, блин? Я тебе давно сказал, успокойся, Танечка. Не будешь ты мусом и признаешься, что ты говорил, что не говорил. Тебя как зовут? И что, контента мало, что ли? Конечно, мало. По возможности делаю. Не надо выделять и принижать себя. Чем вы выше или ниже мужчин, женщины. Вот поэтому не надо акцентировать внимание на мужчину. Вот теперь... С чего вы это решили? Я только обязан... Я обязан исполнять гражданские права и законы. Конечно, другое. И она, и я достойны одинакового уважения и любви. Все, я здесь тоже смотрю. Как вы считаете, мы будем так поступать. У нас тут звонило по правованию. Просто нет, подождите, с чего все началось? Что я вам такого сказала? Да, сейчас ты будешь объяснять полиции, все. Что я такого сказала, что вы меня обозвали ебабошкой в очках. Кто обращался в полицию? Я обращался в полицию. Тут мне просто дело в том, что... Что, скажите? Да, заказал заказ. Мы тоже как бы обращались в полицию. Наш наряд сейчас тоже приедет. Может, помолчишь? Мы все будем здесь. Ну, давайте, она, наверное, хочет говорить. Говори, потом я скажу. Тогда не мешай. Пришли заказ забрать. Продиктовали номер заказа, не тот. Продиктовали другой, не тот. Начали немножечко спорить, немножечко. И вот пошла нецензурная лексика. Пошла нецензурная лексика. Я говорю, дайте мне информацию, чтобы я написал претензию. Не хочу, давай вали отсюда. Ну, вызвал полицию, потому что она обзывала... Прямо нецензурная лексика, вот свидетель, человек тут тоже рядышком стоял. Она его долбоебом вызвала. О, пожалуйста. И потом сейчас тоже, что именно говорит, ты, ты тупой, ублюдок. И пошла, поехала на меня. Возбудилась девочка, да. Заведите, пожалуйста, 20.1 у нее за хулиганские действия. Она без сезурной брони. Возьмите объяснение, возьмите данные, установите личность. Можно теперь в Майами? А, пожалуйста, а то уже в полицию обращайтесь не ко мне. Вы посадь будете? Буду, конечно. Конечно, все, пишу. Меня с краткой не найдем. Да? Может мне попрыгать еще? Не снимаете. 0,16, 6, 6, 9, 7. Представьтесь, пожалуйста. Младший сержант Хомичев. Младший сержант? Да. Фамилия? Хомичев. Хомичев. Где служите? В этой серой медведке. В серой медведке, спасибо. А вы представьтесь, пожалуйста. Старший сержант полиции Исаев. Исаев. Где служите? В ОВД Северной медведковой. Служите или работаете? Работаю, работаю. Работаете? Конечно. Увольняйтесь и устраивайтесь служить, хорошо? Служат знаете где? В полиции. Служат в армии. В полиции служат. В армии служат. Замечания вам сделают. Согласие свое на... Вашему руководителю, чтобы научил вас служить и вылезать. Согласие свое на обнародование видеозаписи я не знаю. Сотруднику? Он применял... Да, не, 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 пускай, пускай, пускай собирает. Он пытался вывести себя, пытался... Да, да, собирайте, копируйте видеозаписи и так далее. Предоставим вам и напишем сейчас заявление. Ачкарик просто подумал, что может легко подзеваться над людьми и это боком не вылезет. Вы все видели прекрасно, что... Вот заявление. Нет, пишите, пожалуйста, протокол устное заявление, оформляйте, я продиктую. Ну, человеку просто... он выкладывает в сеть вот именно подобные ситуации, и человек на этом живет. Конечно. Одни живут на оскорблении потребителей, а другие живут на оскорблении барыг. Нормально, справедливо. Мы напишем заявление сейчас? Ну и мы тоже напишем. Конечно, конечно. Пойдем, поехали, солнышко. Придем, ВВД... Письма запишем. А что вам мешает здесь оформить? Или, может, позовите компетентного, кто там, участкового? Или нет протокола устного? Как мне что мешает? Мне ничего не мешает. Ну, по закону полиции должны незамедлительно на месте преступления... У вас будут разбирать... Конечно, будут. Я заявление оставлюсь. Я оставлю заявление. Вы возьмете мое заявление и ее заявление. И пойдете собирать всю информацию, правильно? Я? Проводить... Нет, передадите уполномоченному, кто будет, естественно, проводить. Инспекторы АСТОМ у вас или кто? Согласен с вами. Вот, передадите и все. Установите личность, просто мою, ее, у других участников. Ну, сделайте все, что нужно, соберите и все. Если хотите, конечно, забирайте ее, но ей надо других клиентов обслуживать, не только меня. А то сегодня всем не повезет, не только мне, еще и всем. Ничего страшного. Нет, я не поеду. Если вы меня будете доставлять, то оформляйте протокол доставления, задержания, и не поедем. Можно узнать, мне долго нужно будет ехать? Нет, мне, кстати, объяснение и все. Почему же тончик не носите? Ношу на оформленном обмундировании. Ну, а зачем вы его закрыли? Я его закрыл спецсредством. Я понимаю. Значит, теряется смысл носить на оформленном диване, чтобы людям было видно. Ну, правилом я его обязан носить на своем оформленном обмундировании. Я знаю ваше правило. Это спецсредство. Я знаю, что это спецсредство. А спецсредство не одевается. Ну, не хотите сделать ничего, чтобы удостоверить гражданина, что вы полицейский? Я могу предоставить свое служебное свидетельство. Давайте, давайте хотя бы так. Ну, ничего, граждане лучше знают закон о полиции. Зачем? Мне надо фиксировать. Нет, я удостоверение вам фиксировать не дам. Ну, отказываетесь? Мне достаточно, что вы отказываетесь. Зафиксировать на камеру удостоверение я отказываюсь. Ну, а чего вы взяли, что я фиксирую? Вы сами говорите. Я не говорил только, что я фиксирую. Вы говорите, что вы пишете. Я говорю, что я пишу? Я записываю, может быть? Вполне возможно. Можем, мы можем очень долго придираться. Я не придираюсь. Я вас попросил исполнить закон о полиции, который вы обязаны. Все, я прочитаю. Старший сержант полиции Исаев. Андрей Александрович, полицейский. Старший сержант. 12 февраля, я не вижу вас, по 2004 года. О, все, так улучшили, все понятно. Что-то, похоже, если я просто не могу идентифицировать нос и губы. Можете так, приоткрыть губы, показать? Не, не могу. А нос полностью? А щеки? Ну, как-нибудь. Значит, я потом, когда буду предоставлять свои паспортные данные, вы тоже не будете смотреть мой нос и рот. Ну, справедливость. Получается, так. Хорошо. А что за гражданин у вас в светской одежде ходит с вами? Все вопросы можете задавать в пресс-службу ГУВД. А вам не могу задавать? Не могу. Ну, как это? Я читаю закон о полиции и прям читаю, что и в пятой статье, и в четвертой. Я же вам отвечаю. На основании 205-й статьи нашего ведомственного приказа. Все вопросы задавайте, пожалуйста, в пресс-службу ГУВД. Так нет, я вам сейчас могу задавать вопросы? Жалобы, заявления, ходатайство. По теме. По теме. Мне просто непонятно, что за человек ходит с вами? Гражданская одежда. Как? Вас это не касается абсолютно. Мне кажется, он преступник. Мне кажется, он преступник. Я проверю. Проверите. Возьмите у него данные, пожалуйста. Я все возьму. Запишите и, естественно, установите личность. И объяснение возьмите. Все, есть. Так точно. Сейчас будете выполнять или потом? Потом буду. Хорошо. В законе полиции предусмотрено, что если вы обманули, если вы ввели в заблуждение гражданина, то как минимум должны извинения приносить. Любите отвечать за свои слова? Обожаю. Обожаете. То есть в прямом назначении вы попросите прощения, если обманули меня. Ненароком. Ненароком. Я понимаю, что вы хотите прям, конечно, вы хотели проявить энтузиазм, проявить активность, оправдать надежды граждан, что вы за деньги, естественно, служите народу, но не получилось. Естественно, за ваши деньги. Да. За мои. За моего коллегу. За природные ресурсы. И даже, может быть, за налоги вот этой наглой девочки. Вы прям лично мне отправляете деньги, да? Нет, я в бюджет, а там уже чиновники, у кого должностные обязанности входят в распределение бюджета, они уже формируют, считают, сколько заплатить вам, сколько вот ему, сколько всяким подставным, которые, в принципе, числятся на службе, ходят на работу, но почему-то без формы. Ну, все, как бывает. Ну, примите меня за Ленит. Я же говорю, я все приму в отделе полиции. В отделе полиции. Сейчас не будете принимать. Вы пройти с нами сможете? Да. Можно выезжать? Да, 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 все, можем выезжать. Да, мы должны только выезжать. Все, задерживаете меня? Да. На основании заявления девушки. На основании девушки. В чем она меня подозревает или как, в чем обвиняет? Оскорбление. Оскорбление. Я понял. Не тезурной бранью, да? Ну, да. Суть по всему, да. Я понял. Значит, задерживаете и доставляете в отдел, правильно? В отдел полиции. Протоколы, естественно, запишите, зафиксируйте. Обязательно меня ознакомьтесь. Я вам сейчас заявление... Вы слышите? Я вас привыкну. Ознакомьте меня со всеми материалами дела, естественно, с заявлением, в чем меня обвиняют, какие есть доказательства и так далее. И, естественно, создавьте все протоколы. Ознакомьтесь, дежурный по разбору. Если вы ограничиваетесь... Сотрудник, сотрудник сетовой службы... Михеев, да, фамилия вас? Исаев, простите, Исаев. Ничего страшного. Я вам, если вы не знаете, я вам расскажу. Любые материалы дела касательно меня, если ограничиваете как-то мое передвижение, там это есть меры ограничения. Ключевое слово, материалы. Я материал не составляю на вас. Его составляет дежурный по... А, ну, значит, материалов нет пока что? Пока нет материалов. Ну, значит, и удержание незаконно? Ну, с чего вы решили? На основании заявления вы будете доставлены в отдел полиции. Так я вам сейчас скажу, что вот тот гражданин, и вот его изнасиловали 18 детей. Вы их будете задерживать? Я вам повторяю еще раз. Так вы их не будете задерживать, потому что состава преступления нет, никакого доказательства нет. Обычные слова. Вы возьмете эти слова, проверять будете, а потом уже принимать какие-то действия. Правильно? Вот правильное, структурированное именно действие ваше. Они вот такие вот. Вот девочка сказала, что вы хулиган. Нарушать будете все равно? Буду нарушать. Все, зафиксируйте. Я не могу отказаться, да? Не можете отказаться. Все, я поеду. Я подчиняюсь, я подчиняюсь, конечно. Все не влезем? Влезем. Защитник мой вот здесь. У меня хадатается, что привлекли к рассмотрению дела моего защитника. Он может пройти самостоятельно. Вы доставляете? Да. Это мой защитник. Вы должны и защитника... Я не должен ничего. Как это не должно? Присаживайтесь в машину, молодой человек. Отказывайте просто. Отказывайте. Все, отказывай. Все, езжай домой. Я разгросил. Говорят. Видишь, Танечка, скучно тебе было, да? Гонор-то вылез. У тебя вылез гонор. Ну, что, сейчас будем закреплять. Ликбез проводить, знания закреплять, ответственность. Зафиксируем просто, что у нас сотрудники полиции бюджетные деньги на свое лечение будут тратить, когда попадут в ДТП непристегнутые. Я вам замечание делаю, сотрудники полиции. Пристегнитесь. Что, гонор? По служебной необходимости могу не уступить. Вы нарушаете ПДД. Вот так вот уже лучше. Все? Да, конечно. Что, придуряться-то, гонор свой рубать? Вы на службе находитесь, а не дома, друзья. Молодой человек, также вам повторяю еще раз, что свое согласие на обнародование данной вашей записи я не даю. Проконсультируйте мне, пожалуйста, какое должно быть согласие? Чем оно закреплено? Не знаем. Но я вас понял, я вас услышал. Молодой человек, я все прекрасно знаю. И вы, я думаю, тоже прекрасно знаете. По поводу? По поводу, что я могу дать свое согласие, но либо его не давать. Я же его сейчас не даю. А ну, сошлитесь на нормы законно, чтобы не понимать, да то я, мало ли, дурачок в натуре. Ну, нет такого. Ну, нет такого, да? Встретимся в суде. А в суде даже не приходят. Приходят только вот такие, как вы, потому что их начальник заставляет, потому что они много лишнего наговорили. Обязательно в суд придете, да, Исаевна? Все. Посмотреть. Вы прямо обещали за слова ответить. А в суде что будем рассматривать? Явно не перед вами, голова человеку. Ну, а перед кем? Если я, меня что-то не устраивает. Какие-то странные зоновские понятия. А в смысле? Слова ответить и так далее. Ну, есть ответ. Есть вопрос, есть ответ, правильно? Да, да, да. Нет. Зоновские это другое что-то. Там МАЗа. Не знаю, но что-то такое есть. Про авторитеты, про МАЗу и так далее. Я такого не говорю. Хотя можно, в принципе, если очень хорошо вписывается слово? Ну, ладно, не волнуйся, Танечка. 500 рублей и все. Мне не столько важно было тебе, естественно, привлекать к 20.1, там еще что-то. Сколько просто поняла, что нельзя так обращаться. Все ваши прихоти исполнят. Пока у вас есть погоны, пока вы ползаетесь и злоупотребляете своим должностным положением. Субтитры сделал DimaTorzok